Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами Лилия Новикова и музыкально-терапевтическая среда. И сегодня тема нашего занятия отношения, которые возникают в процессе музыкальной терапии и взаимоотношения клиента и терапевта. В прошлый раз мы говорили о том, что разные виды музыкальной деятельности подразумевают разные виды отношений, которые определили как внутримузыкальные отношения. Импровизация подразумевает одни внутримузыкальные отношения, сочинения другие, пение, игра на инструменте или слушание третье. Более того, каждый музыкальный опыт может быть использован, чтобы усилить определенные отношения. Например, опыт слушания может принести большую осведомленность во внутримузыкальных отношениях, чем импровизация. Опыт может быть специально использован для поддержки или расширения внутримузыкальных отношений. Подходы к музыкальной терапии, которые подчеркивают центральное место музыки, как агенты или средства изменения клиента, то есть музыкально ориентированные подходы, полагаются в значительной степени на взаимозависимость внутримузыкальных отношений. Таким образом, музыкальный опыт приводит к изменениям в этих отношениях и, как следствие, к изменениям в клиенте, к терапевтическим изменениям в клиенте, которых все мы добиваемся. Существуют межмузыкальные отношения, кроме внутримузыкальных. Что же это такое? Это отношения, возникающие, когда два или более человека создают или слушают музыку вместе. Это отношения происходят между одними и теми же музыкальными звуками, элементами, частями тела и между теми элементами у другого человека. Вот некоторые примеры межмузыкальных отношений. Как фраза, тема или раздел в музыке одного человека относится к музыке другого? Как процесс создания или прослушивания музыки одним человеком связан с процессом создания или прослушивания музыки другого человека? Как исполнение или импровизация одного человека связаны с импровизацией другого? Как текст, программа, название или рисунок в музыке одного человека соотносятся со всеми другими? Как опыт одного человека связан с опытом другого? Как части тела одного человека связаны с частями другого, когда люди поют, играют на инструменте или слушают? Как соотносятся тембры и сила звука, созданные или услышанные одним человеком, с теми же параметрами музыки другого человека? Как ритм, мелодия или гармония, созданные или услышанные одним человеком, соотносятся с тем, что слышит или чувствует или создает другой? Как роль, взятая одним человеком, например, лидер или концертмейстер, относится к роли другого человека? Как фраза, тема или раздел могут быть связаны друг с другом? Как внутримузыкальные отношения, так и межмузыкальные, носят временной и продолжительный характер одновременно. Некоторые межмузыкальные отношения возникают моментально, спонтанно, случайно или автоматически, в то время как другие склонны сохраняться, независимо от текущих обстоятельств. Можно сказать, что есть межмузыкальные состояния и межмузыкальные паттерны. Межмузыкальные отношения влияют на внутримузыкальные и в итоге на межличностные отношения между людьми. Вдумайтесь, когда один человек меняет связь своей музыки, например, между темпом и ритмом, изменение даёт возможность другому человеку либо изменить свою музыку соответственно изменениям первого партнёра, или продолжать без изменений. Это даёт возможность другому человеку сопротивляться изменениям или избегать таких отношений. И наоборот, если создатели музыки меняют свои межмузыкальные или межличностные отношения, меняются и их внутримузыкальные отношения. Этому легко додумать пример самостоятельно. Следующий тип отношений, которые мы видим в музыкальной терапии, это внутриличностные отношения. Те отношения, которые встречаются у отдельного человека по отношению к музыке. Это может включать отношения тела, разум, чувства, чувства, общественные, индивидуальные, а также ощущения себя, ощущения чарт личности, ощущения в параметрах музыка и я. В импровизационной терапии усиливается связь между музыкой и человека, и его способностями, навыками и личностными качествами. И здесь важно отметить, что в музыкальной терапии внутриличностные отношения включают также и отношения самой личности к музыке. Это воспоминания, образы, мечты, мысли и конструкции, убеждения, ценности, мнения, поведения и привычки, эмоции, чувства, проблемы, потребности и ресурсы, физическое и психическое здоровье, разум, тело и дух, жизненные события и переживания, значимые другие. Музыкальная жизнь, а значит музыкальное наследие. Например, в психодинамической модели внутриличностные отношения будут рассматриваться как отношения между эго, ит и суперэго, или отношения между сопротивлением и защитой. В клинической модели мы можем рассматривать отношения между предыдущим и настоящим состоянием пациента, между симптомами, между симптомами и прогнозом. Но при этом всегда необходимо учитывать потребности клиента. Для некоторых клиентов важны отношения тела и разума, для других чувства и поведение, для третьих различные чувства к человеку имеют наибольшее значение. Метод терапии, который использует терапевт, также вносит сюда свои коррективы. Например, в методике управляемого изображения музыка, о которой мы много раз говорили, сокращенно аббревиатура Джим, отношения, представляющие наибольший интерес, могут быть выражены как отношения между различными изображениями, или между изображениями и жизненными ситуациями, или между образами и чувствами, или между чувствами и музыкой. Межличностные отношения. Это отношения между человеком и другими. В семье, в обществе, в сообществе, в группе. Это отношения не в музыкальной сфере. А в терапии, это отношения между терапевтом и клиентом, между клиентом и другими клиентами, между другими участниками или всей группой. Чувствует ли человек уверенность в своих музыкальных способностях и талантах? Гордится ли человек своими достижениями и способностями? Занимается ли человек музыкой по профессии, или с какой-либо другой целью? Определите степень, в которой человек наслаждается музыкальными занятиями. Изучал ли человек музыку в школе или профессионально? Как часто он занимается прослушиванием музыки, пением, игрой на инструментах, импровизированием или сочнением, как в настоящее время, так и ранее? Поет ли человек? Играет ли? И насколько хорошо? Как он слушает музыку? Степень личной значимости в музыке очень важна. Это степень, в которой музыка перекликается с эстетическим, психологическим или социальным в клиенте. Воспоминания. Музыкальные события или события в прошлом, которые запомнились как значимые. Семейный музыкальный фон, музыкальные способности в генетике человека, отношения и к ценности, музыка значимых других, музыкальные стремления и таланты родственников, традиции семейной музыки, отношения с родственниками, построены ли они вокруг музыки? Есть ли в семье музыкальные роли, занятые различными членами семьи? С помощью построения таких отношений мы можем повлиять на мотивацию участия в музыкальной терапии. Здесь есть значимые люди, учителя, профессиональные музыканты. Есть музыкальные модели, которые поощряются или поддерживаются, и которые поддерживают с другой стороны музыкальные занятия человека. Принадлежит ли человек каким-либо музыкальным сообществом, хорам, группам, ансамблям и другим типам музыкальных общин? Есть ли какие-либо виды музыки или музыкальные переживания, которые человек категорически не любит, или имеет неблагоприятные физические и психологические реакции? Есть ли предпочтение, что человеку нравится и не нравится в различных музыкальных направлениях, жанрах, стилях, инструментах, композиторах, исполнительных и репертуаре? Есть ли больше или меньше любимые музыкальные занятия, песни или пьесы, которые имеют особое значение, или значение, которое особенно нравится, которым восхищаются и ценят? И, наконец, отношения, о которых бы хотелось сказать отдельно, это экологические отношения, те, которые существуют между человеком и различными ситуациями, контекстами, ценностями, среды. Например, они включают отношения между человеком, обществом и культурой, в которой он живет, между человеком и его этническим наследием, или между человеком и общественным отношением к расе и к полу, отношения, которые существуют в экосистеме, например, между системой здравоохранения и законами. Иногда эти отношения называют контекстными. Есть две основные категории экологии, социокультурные отношения и собственные экологические. Социокультурные отношения – те, которые существуют или сформировались между человеком и социальными группами, структурами или организациями, созданными людьми и для людей. Экологические отношения – это различные физические и природные среды, в которых человек живет. В любое время на жизнь человека влияет часть экосистемы, и одна может влиять больше, чем другая. Обратите внимание, что физическая среда гораздо шире. Важно понимать, что экологические отношения везде сущи. Они существуют для каждого клиента уже при поступлении в терапию, и поэтому должны быть рассмотрены как ее основа, и должны быть учтены с самого начала. Они составляют основу и контейнер для всех других отношений, которые должны быть разработаны в лечебном процессе. Общество, культура, язык, национальность, этническая принадлежность, раса, город, штат, страна, законы, ритуалы, нормы, физическая среда, природная, наконец, музыкальное наследие. Терапевт несет основную ответственность за обеспечение того, чтобы эти экологические контексты учитывались во всех взаимодействиях, происходящих в терапии. Терапевт должен признать и понять, и уважать социокультурный и экологический контекст, в которых клиенты, все остальные участники живут, признавая влияние собственного экологического контекста и учитывая его в процессе терапии. Это не статичные и неизменные отношения, они развиваются, и смысл в том, что социокультурные и экологические отношения обеспечивают условия и стимул для терапии, для терапевтических изменений в других типах отношений, и они также могут быть одной из целей. Так, например, отношения, которые клиент имеет с обществом, могут обеспечить условия и стимул для изменений межличностных отношений. Наоборот, межличностные отношения клиента с группой могут послужить стимулом для изменения отношений с сообществом. И описано нами отношения, связанные с музыкальной терапией. Конечно, процесс сложный. И все слова, которые я сегодня сказал, могут, наверное, сделать ещё их более запутанными, чем есть. Но отчасти это объяснимо. Происходит это от того, что использовано очень много разных способов говорения об этом предмете. И, собственно, единой теории, единого взгляда нет. Надеюсь, что с появлением музыкальной терапевтической среды и этого канала взгляд будет постепенно формироваться. Ведь отношения, присущие созданию или прослушиванию музыки, очень похожи на игру в шахматы. У каждого игрока есть своя компетентность, свой стиль. Но каждый игрок должен реагировать на ходы. Чем больше человек играет в шахматы, тем больше он разрабатывает стратегии для решения различных ситуаций на доске. Чем больше мы будем говорить о методике и теории музыкальной терапии, тем больше стратегии взаимодействия с музыкой мы получим как специалисты. Описание отношений, связанных с музыкальной терапией, процесс сложный и неоднозначный. Но необходимо всегда помнить о том, что каждый игрок реагирует на события на доске не только в соотношении фигур, но исходя из собственного опыта в шахматах, опыта в жизненных ситуациях. В соответствии с характеристиками продемонстрированы партнером. Когда два игрока играют неоднократно, они начинают понимать стратегии друг друга. Взаимодействуя через фигуры, они могут развивать личные отношения, реагируя не только на игру в шахматы, но и на аналогичные жизненные ситуации. С вами была Лилия Новикова и музыкально-терапевтическая среда. Продолжение следует...